Уже даже медицинская статистика уже говорит об очень многом, что происходит с женщинами, которые это делают. Они намного более склонны ко всякого рода вещам, особенно те, которые там уже не раз и не два, и так далее. Как объяснить людям, что аборт – это убийство и грех? Я вам скажу, вы начинайте сразу с таких. Я вам скажу, что грехом является, если возьмёте свой, например, пальчик, положите его на стол и отрубите одну фалангу. Грех – грех. Почему? Повторяю ещё раз. Грех – это тот вред, который наносит человек себе или другим, или обществу. Вот что такое грех. Запомните, пожалуйста, что грех – это не вина против Бога. Бога мы ничем не можем уязвить, ничем не можем его поколебать и расстроить. Грех – это то, чем мы себя калечим, только и всего. Вот что такое грех. Рана, которую я сам себе делаю – вот что такое грех. Грех – только врач. Слышите, врач, к которому я могу обратиться, за помощью. Прости меня, смой, исцели. Вот так. А грех совершаю я против себя или против своих ближних людей. Так вот, и думайте, пожалуйста, об этом. Уже даже медицинская статистика уже говорит об очень многом. Что происходит с женщинами, которые это делают? Они намного более склонны ко всякого рода вещам. Особенно те, которые там уже не раз и не два, и так далее. Потому что они и переживания какие, очень часто у них бывают. Переживания, от которых они долго даже не могут. Они же из себя просто... Это и шокирование себя. Это травма. Надо же понять, что травма души – это есть травма всего. Это травма психики. Тут всё сопряжено и с самой физиологией даже. В общем, масса факторов, которые все говорят против. Вот что такое. Это вред. Вред. Чему? И душе нашей психики, и телу, всему, и семье часто это бывает. Вот что такое грех. Вот что такое грех. А не думайте, что эти мы обидели Бога, как это часто нам представляется на уроках православной культуры. Да. Вот так. Себя мы раним, а не Бога обидели. Когда мне врач прописал лекарства, которые прямо исцеляющие лекарства, а я их не пью, так я что, врача обидел? Ему, ну, как хотите, в конце концов. Вы себе вредите. Сами будете страдать. Вот что происходит. Поэтому это такой же грех, как, например, взять себя и отрубить себе палец. Или ещё что-нибудь. Или прыгнуть с какого-нибудь этажа, переломать руки и ноги. Или пить наркотики. Или пьянствовать. Ну, всё то, что вредит нам. Так и это тоже самое, такой же грех. Насчёт убийства. Я вам скажу, конечно, это очень-очень сильное слово. Очень сильное слово, потому что разница, конечно же, есть. Одно дело – срубить яблоню, другое дело – зерно яблока уничтожить. Разница, конечно, есть, как и во всяком грехе разница есть. Это действительно. И в этом смысле погубление плода. Мы в данном случае идём против естественного закона природы. Это верно. Это в этом смысле только. Это правильно. Вот так. Но нужно запомнить – грех – это то, чем мы сами себя калечим. Вот так.